Приветствую вас! Вы написали действительно достаточно много, кратко не получилось. И вы знаете, у меня связывается такое ощущение, что на протяжении определенной жизни, определенного периода вашей жизни, вы приобретали для себя какие-то негативные факторы. Они у вас, эти факторы, копились, 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 копились. И теперь, после того, как они у вас, можно сказать, достигли определенного предела, так скажем, точки кипения, это вот все бронемолочь, и, собственно, теперь вы испытываете проблемы. Значит, вообще говоря, если начинать с Ростова, ну, точнее, как, с поверхности, если начинать, то ваша внешняя симптоматика, она может быть психосоматической реакцией на проблемы. Может быть, следствием осложнения ОРВИ, о котором вы говорите. Тем более, что они у вас были частые, и как-то вот неизвестно, может быть, у вас произошли какие-то осложнения, следствием чего вы испытываете то, что чувствуете. И поэтому, если есть возможность, необходимо исключить физиологическую сторону того, что с вами происходит. Потому что, если физиологическая сторона исключена не будет, очень большой риск того, что никакой психолог, в том числе и сами вы, вам не поможет. Это первое. Второе. Как вы помните, я вам сказал о том, что есть совокупность негативных факторов, которые повлияли на ваше такое состояние. И меня привозит, что вы некоторым факторам не придаёте отношения. Значит, первый фактор – это тяжёлое расстояние расставания с парнем. Тяжёлое расстояние с парнем – это всегда психодравмирующая ситуация, которая, вполне вероятно, на вас очень сильно повлияла. Особенно с учётом того, что вы со своей мамой не сильно, мягко говоря, дружны. Особенно с учётом того, что вы в своём доме, как я правильно вас понял, и если я вас правильно понял, не чувствуете себя в безопасности, не расслабляетесь, не отдыхаете. Второй момент. Это ваше стремление к идеалу. То есть перфекционизм. Понимаете, перфекционизм, он всегда обусловлен, во-первых, какими-либо обстоятельствами жизни. То есть вы пытаетесь учить всё на идеал, например, для того, чтобы доказать кому-то что-то, возможно, в себе доказать, что вы достойны, например, любви. Ведь мама вас, мягко говоря, не очень любит и не очень ценит. И нужно разбираться, как у вас сформировалось вот это вот стремление учиться хорошо в первых рядах и учиться всегда на идеал. Второе. Никакие оценки. То есть откуда взялась вот эта вот высокая планка требований самой в себе? То есть это ведь не просто так. Вполне возможно, детско-родительские отношения, которые вы здесь обрагиваете совсем чуть-чуть, на это очень сильно повлияют. Второе. Значит, тут нужно сказать о том, что сама постановка обучения, сама постановка обучающего процесса, образовательного процесса, а для вас, ну, мягко говоря, далека от идеала. Смотрите, если вы выучите много всего, если вы будете учиться на хорошей оценке, вы лучшим специалистом не станете. потому что, например, при запоминании есть запоминание формальное, когда человек просто дозубривает информацию, при этом он даже не отдает себе отчета, что именно он дозубривает. И есть тематическое запоминание, когда человек осознает смысл, смысл того, что он изучает. И вам нужно понять одну простую здесь вещь. Если вы учитесь для оценок, то есть для доказывания самой себе, что вы такая вот достойная, хорошая, умная, там, я не знаю, что ваша мама не права, говоря о вас в таком ключе, что вы глупая и так далее, то это ваши проблемы, это ваш комплекс. По сути, это защитная реакция. И вам, продабатывая детско-родительские отношения, осознаваясь, во-первых, вы не хуже, чем, например, думает ваша мама. Но, наоборот, если вы лучше, а доказываясь что-то другим, вы так и будете постоянно что-то кому-то доказывать. При этом действуя себе во всех и действуя себе в ущерб. То есть вообще говоря, для чего вы учитесь вот так хорошо в первых рядах и для чего вы хотите, чтобы было все идеально. Человек сам по себе существо не идеально. Идеально сделать все очень сложно. Оно того не стоит, тех усилий. Если раньше она у вас получалась, но еще раз повторю, вы человек, и в разных ситуациях поддерживать одну и ту же работоспособность, одну и ту же эффективность нельзя. Это очень сложно, тяжело. И вам нужно определить, чего же вы хотите от учебы. Если вы хотите быть хорошим специалистом, именно специалистом, вам нужно обслуживать семантическое запоминание. То есть запоминание по смыслу. Когда, даже если на экзамене вы чего-то знать не будете, но при этом вы будете отдавать себе отсчет в том, что у вас все происходит, да, и преподаватель будет видеть, что вы ориентируетесь в материале. Никто вас не за вас. для чего вам идеал, что вы пытаетесь этим доказать. Это самое главное. Ну вот, в принципе, и то, что можно вам сказать. То есть все, что вы описываете дальше, это, по сути, следствие вот этого вот на превышение. У вас была планка, высокая планка к себе, которую вы установили из-за того, что вы пытаетесь доказать себе и своих маме, что она не права на вас. Значит, когда на вас навалились определенные негативные обстоятельства, вы просто перестали с ними справляться. И по инерции из-за того, что ситуация изменилась, изменились условия вашей деятельности. Вы пытаетесь в изменившихся условиях применять все те же модели поведения. Применять все те же привычные вам алгоритмы поведения. При этом они явно не помогают. Потому что вам нужно сменить подход к учебу. И вот вы пишите в своем дополшении, что вы запустили учебу. Не потому, что это не ваша, а потому, что вы кретин, как вы написали. И здесь есть явное проявление того, что вы в себе не уверены. Вы недостаточно любите себя, недостаточно уважаете себя, обесцениваете то, что, собственно говоря, для вас важно. То есть, не принимаете себя такой, какая вы есть. и вопрос, как выйти из этого своими силами, ваш, можно как бы рассмотреть так. Вот есть ряд направлений, да. Первое направление это детско-родительские отношения, которые, собственно, стали фундаментом для всего того, что вы сейчас имеете. Второе направление это ваши отношения с молодым человеком, которые, скорее всего, вас стравмируют до сих пор. Третье направление это ваша сверхмотивация для учебы, то есть, вы пишите, что это для вас смысл жизни, если это для вас все, а так быть не должно. Учеба это важно, но не единственный аспект жизни. И сосредотачивать такое большое значение на учебе, придающей настолько серьезно важно, что это уже влияет на ваше здоровье и на ваше ощущение себя это не нормально. Соответственно, вы вкладываете в учебу то значение те значения, которые, вообще-то говоря, к учебе не относятся. И вот учебу в этом плане нужно разгрузить значения, перенаправить в другие, более естественные для них сферы. Например, если речь идет о доказывании и о выполнении каких-то задач, то это, должны быть, другие задачи не связаны с учебой. Там случился человек разносторонний, разностороннее существо и в одной деятельности он не может реализовать все имеющие для него значения желания и потребности. То есть, вам нужно снять сверхмотивацию в том числе в чем вы занимаетесь. На данный момент она у вас такая сильная, что мешает вам заниматься, вызывает у вас панику. А это очень разруш some. То есть, любое нервное переживание разрушает интеллект. Если вы хотите свой интеллект сохранить, если вы хотите сохранить способность к обучению, то вам необходимо перестать нервничать. А нервничать перестать это значит отменить свое отношение к тому, что происходит. А изменить свое отношение к тому, что происходит, можно только через вот эти вот моменты. И последнее – это изменение подхода к обучению. Понимание того, что обучение – это не оценки, которые всегда субъективны. Понимание, что обучение есть, особенно если вам нравится эта наука, особенно если вы хотите работать дальше по специальности, то это семантическое, смысловое запоминать. А это почти никогда не зубрёжка. Зубрить нужно только некоторые моменты, отдельные моменты в любой науке, да. Но не всё. И когда вы снизите для себя ласку, вам будет сразу легче. То есть направление работы у вас несколько. Времени у вас тоже в обрез. Соответственно, ну, если говорить, например, о консультациях, то, ну вот не знаю, как работают другие эксперты, а, например, я мог бы, используя такой фастформат, формат аудио-ответа, в ответ на ваше подробное письмо, по каждой сфере, разобрать ваши проблемы. И, может быть, тогда вам станет легче, и у вас получится сконцентрироваться на учёбе, снять немножечко напряжение, лучше понимать себя, понимать то, что происходит, и тогда вы сможете сдать экзамен. Хотя я думаю, что уже сейчас вы знаете твёрдо на 4. И это вполне достаточно в контексте того, что я говорил, для того, чтобы сдать экзамен. Ну, получите четвёрку, экзамен вы за мной отдадите, работать вам это не помещает в будущем, и это самое главное. Вы помните, что оценки – это всегда очень субъективное такое явление. Оценивает всегда кто-то. И вы можете прийти, например, к экзаменатору, который, видя, что вы знаете всё, всё равно будет пытаться вас завалить. А вы можете прийти к человеку, который видит, что вы чего-то, какие-то детали не знаете, но знаете в общем, в общем, то есть в целом материал вы знаете, он вам поставит справедливую оценку. То, что вы делаете сейчас, вы зеркалите собой, вы вредите себе, и это очень плохо. Не только в контексте учёбы, а это в контексте всей вашей жизни очень плохо. И вот от этого нужно в первую очередь избавляться. И своими силами вряд ли вы сможете, вряд ли вы сможете своими силами проработать все вот эти вот направления. Просто потому, что вы находитесь внутри этих самых проблем. Что делать сейчас вам? На вашем месте я бы не затягивал бы с решением, выбирал бы эксперта на нашем ресурсе, здесь что можно сделать анонимно и работал с ним по тем направлениям, которые у вас есть. Поэтому всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok